Всем привет, я наконец-то на воде Мне тут передали на тест Палочку с катушкой Вот такой спиннинг-бальцер Pike Best 2.40 До 240 грамм В кастинге Сейчас эта тема очень модная Интересная Очень многие стали переходить на ловлю кастингом Тяжелыми приманками Но смысл даже не в спиннинге А смысл вот в этой катушке Катушка это бальцер адреналин 7300 BC И смысл вот в чем Ну она не новая То есть человек ей ловил И довольно хорошо ловил Тут шнур намотан Я ее взял в руки И посмотрел, что она гораздо меньше Чем моя катушка Тика Даже сравните Вообще вот сравните Вот Тика Титан Клав 301 А это бальцер адреналин Это 320 что ли грамм весит Это 250 Я поговорил с хозяином Говорю, а ты какие веса кидал? Он говорит, ну 120 кидал спокойно Я говорю, ну вообще удивительно Потому что как бы катушка не выглядит Прям такой мощной-мощной А с другой стороны Сейчас выбор спиннингов Очень большой для ловли тяжелой резиной В разных ценовых категориях А вот выбор катушек Под тяжелую кастинговую рыбалку Под такие приманки Он не такой большой И мне очень часто задают вопросы Вот что выбрать из катушек А вот вы знаете, я свою катушку Тику пока никому не рекомендую Я объясню потом, почему Давайте я сначала все-таки хочу Прям очень сильно хочу покидать Вот этим бальцером Так, ну вот катушка на магнитных тормозах Я уже ее пока ловил с пристани Ну так, несколько забросов с пристани сделал Просто чисто на строечных Ну вообще как бы Полет нормальный Я магниточки сначала затянул Потом подраспустил У меня вроде все полетело Сильнее отпускать пока не отпускаю Посмотрю И кстати, что интересно Вот сам спиннинг Вот этот Он не выглядит каким-то мощным Вот он до 240 Ну вот смотрите Баланс с катушкой Вообще кайфный Ну тут еще чувствуется Что катушка уже притертая Ей ловили То есть здесь в общем-то Мне понятен смысл Она Ход у нее очень сейчас мягкий Все отлично летит Так, я перезаплыл Поставил другую приманку Потяжелее Это вот такой Нарваловский этот Что-то Биг Бой Там я не знаю Как я не помню Эти названия Короче он сам весит 78 Плюс 15 грамм Или 75 Плюс 15 грамм Стингер И плюс еще Огрузка В общем 100 грамм Это здесь будет у меня точно Только в путь Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется Жизнь Слушайте, а ход в принципе Довольно легкий Но у этой катушки Передатка 5,4 То есть она такая Тягловая То есть я вот Переходя со своей тики На эту катушку Я не чувствую дискомфорта Потому что передатка Низкая Потому что у меня На тике крутить Очень легко Ручку По ценнику Она по-моему Чуть дороже тики Вот я что-то смотрел Но опять же Я не смотрел Свежие цены на тику Ну грубо говоря Если тика там Грубо говоря В районе 15 То есть в районе 18 Наверное Вот так Ну вы проверите Меня То есть Тут суть Не важно Вообще реально Вот этот спиннинг Не кажется Дубовым Он не дубовый Он не коловой Вот несмотря на тест В 240 Он вообще Не производит впечатления Спиннинга До 240 Он такой Довольно Гуманный И неплохо Прогружается На забросе Вот у меня 60 грамм Сейчас стоит Приманка И он очень хорошо Ее выпуливает Так Да простит меня Хозяин этой катушки Но я перейду К более радикальным Средствам Я поставлю Вот такую Здоровенную Приманку Ну я думаю Это грамм 140 Точно Я правда Чуть магнитки Подтянул Ну ну ладно Уф Ребят Вообще Никаких проблем Все летает Все прекрасно Сейчас посмотрим Как она Ее Кинуть Будет Кстати Между прочим Ощущения На катушке Вообще Никак Не изменились То есть Приманка В два раза Тяжелее Той Который Я только что Ловил Я ловил У меня стояло 60 Вот 65 Вернее А сейчас У меня стоит Где-то 140 Я правда Честно Спросил У хозяина Говорю А если Я ее Убью Он говорит Ну убьешь Что делать Она уже Не так Молода Так Ну ребят Вот половил Я вот этим Комплектом Кастинговым Бальцером Пайк Бест И Вот этой Катушкой Бальцер Адреналин В общем Чтоб Спиннинг Достаточно Удачный Ну я об этом Уже сказал Что катушка Катушка Меня прям Совсем Удивила Достаточно Компактная Легкая Но при этом Очень Тягловая И Самое Главное Вот Для Начинающего Кастингиста Я считаю себя Начинающим Это катушка Что называется Фрэнгли То есть Она очень Дружелюбная У меня за два часа Ни одной Перебежки Ни одной Бороды Все Корректно Работает Все Замечательно Никаких усилий На ручке Но передатка 5.4 То есть Очень даже Грамотно Так что Я вот еще Буду пробовать Этим спиннингом Ловить Ну на рыбу Я и не сильно Надеялся Вот сколько Лодок ходит И бесполезно Ни у кого Ничего нет Один экипаж Судачка Небольшого Поймал И все Далее То что касается Лично моего Комплекта Это вот спиннинг Никс ДХ 7.6 До 140 Грамм Предсерийник Почему предсерийник Потому что У предсерийника Достаточно Короткая ручка У серийного Спиннинга Ручку Вот до сюда Продлили То есть Ручку сделали Вот такую Вот длинную Получается Мне неудобно Длинной Ручкой Ловить Я вот себе Оставил Предсерийник С короткой Ручкой Для меня Это более удобно Потому что Я ловлю Сидя И катушка Тика Титан Клав И вот тут Сразу возникает Вопрос Знаете По поводу Рекламы Когда мне Говорят Ну вот Ты Ловишь Ты рекламируешь Я всегда Говорю Ребят Катушку Никакую Нельзя Взяв в руки Рекламировать Потому что Если вы Не отловили Хотя бы Сезон Вы ничего Не можете Сказать Про катушку Так же Получилось И с моей Катушкой Первую Тику Я убил Примерно На пятой Рыбалке После чего Мне уже Прислали Вторую Вот эту Со сдвоенной Ручкой И объяснили В чем Была проблема Проблема была В том Что эта катушка В основном Сделана Для ловли В отвес И на штоке Стоит пиньон Так вот Ну Маленький Такой Который Заходит в паз И Соответственно Фиксирует Шпулю Но дело в том Что те пружинки Которые на него Давят Вот когда Клавишу Отщелкиваешь Пиньон Недостаточно Выходит Из своего Посадочного Места Опять же Как мне Объяснили Может быть Я неправильно Говорю Сейчас Но смысл В чем Что если Даже чуть-чуть Не додавить Клавишу Он Слегка Не выходит А бывает Что он И даже Додавил Не выходит И При забросе Тяжелой Приманки Он просто Срезает Своё посадочное Место То есть Если опускать Плавно вниз Тяжелую Приманку Никаких проблем Нет А если Делать Силовой Заброс Вот такими Тяжелыми Приманками Как мы Ловим Он просто Срезает Посадочное Отверстие После чего На подсечке Шпуля Перестает Фиксироваться Когда мне Прислали Вторую Катушку Я уже Был с ней Очень аккуратен И отловил Ей целый Сезон Но потом Осенью Дал я своему Приятелю Новичку Он за одну Рыбалку Несколько раз Вот так Не додавливал Шпулю И В принципе Катушка Убилась На следующей Рыбалке Умерла У меня И Нашелся Подписчик У меня Который В этом Соображает Который Взял Мою Катушку Поменял Пиньон Поменял Пружины Ну Подправил Вот это Посадочное Отверстие И вот В этом году Я уже Целый сезон Отловил Этой Катушкой И у меня К ней Проблем Нет Но Советовать Ее Для Покупки Вот так Просто Человек Купит И Без Всякого Тюнинга Начнет Ей ловить Ну Скорее Всего Он ее Быстро Убьет То есть Это только Вот отдавать Человеку Чтобы он Сразу Устранил Вот этот Недостаток И тогда Можно ловить Но Катушка Сама По себе Идеальная На мой Взгляд То есть Эта Катушка Для Начинающего Костингиста Вообще Идеальный Вариант То есть Вот Я Сколько Ей ловлю Я вообще Никогда Ни разу С ней Никаких Проблем В плане Борот Перебежек Не видел То есть Эта Катушка Меня вообще Устраивает Полностью Ну и Третий Мой Самый Любимый Комплект Я его Тоже Много Раз Показывал Это Спиннинг Аяши РСХ 7.2 В кастинге До 28 Грамм В реалиях Он кидает 35 Спокойно Вот 32 Плюс Мандула Я Беру Пуляю И Никаких Проблем У меня Нету С Забросом Шикарный Спиннинг Очень Он мне Нравится Очень Легкий Очень Комфортный Очень Чуйкий Им Удобно И твичить Воблеры И кидать Колебло Надоело Кидать Колебло И твичить Воблеры Поехал Ловить Джигом Кстати Достаточно Информативная У него На таких Весах Вершинка Все Очень Классно Чувствуется И Стоит На нем Крайне Бюджетный Мультипликатор Falcon От Сеанайт Но Этот Мультипликатор Мне Уже Мой Товарищ Саша Партнер Мой Напарник Тюнинг Гнул Поставил Всевозможные Подшипники Вместо Втулок Поставил Сюда Поющий Фрикцион Милое Дело И Эта Катушка Заработала Просто Как Часы Стоимость Катушки Что-то В районе 3000 Рублей Вот Из-за Эти Ребята Мне Ничего Другого Не Надо Вот Если Честно Мне Этот Спиннинг Вообще Ни На Я им Очень Доволен И Это Никакая Не реклама Вы его Не купите Его в продаже Просто Нет Я просто Знаю Где Еще Несколько Спиннингов Лежат На складе Ну А в магазинах Вы их Все равно Не найдете Так Ну Еще раз Всем привет Решил Я все-таки Еще половить Кастинговыми Сностями Давненько Я не ловил Надо Тренироваться Попробую В прошлую рыбалку Вообще Поклевок Не было Может Сегодня Что-то Давайте Да Пасмурно Сегодня Ветерок Погода Хорошая Но Что-то Щучьих Поклевок Как-то Не особо Ребят Какой-то Тычок У меня Один Вот Был И Все Есть Есть Опа Кто Молодец Валер Молодец Свой Кастинговый Комплект Я сегодня Разловил Так Возьму Другой Комплект Попробуем Я вот Думаю Может Она Не хочет Брать Опять Крупные Приманки Вот Такая Беда Была Пока Соревнования Шеи Вот Она Не хотела Крупные Приманки Брать Жрала Только Мелочь Ну Конечно Кидать Спиннингом До 240 Грамм 17 Граммовый Воблер Это Конечно То Еще Развлечение Но Вы знаете Гляньте Полетел Нормально Удивительное Дело Спиннинг До 240 А Воблер 17 Граммовый Пуляет Да И нормально Пуляй Поклевка Ты Чок Прям Тук Вот Ты Зараза Да Что Она Жрать Не Хочет Так Ребят Надоело Мне Всем Этой Ерундой Заниматься Ну Не Клюет Щука Две Потычки И Одна Еле Еле Поклевка Вот Одну Поймал Ладно Пойду Наверное На базу Ой Ну что Про спиннинговые комплекты я рассказал Про катушки рассказал Единственное Что хотел добавить Все таки Потому что Я еще Вот так Половил Вот этой вот Катушкой Бальцер Адреналин 7300 Я могу честно сказать Я редко хвалю Катушки Если я ими не Половил Хотя бы Сезон Но вот здесь Я половил Вот этой катушкой Несколько рыбалок И вы знаете Мне она понравилась Вот честно скажу Она мне понравилась То есть Это Очень неплохая Альтернатива Моей тике Тем более Что тика Это все таки Катушка Для Крупной резины В основном Для вот Резины Для Вот Этих вот Всех слайдеров Там И прочих Крупных Вот этих Приманок Для джерков То Вот этот Адреналин Он все таки Еще и для Тяжелого джига То есть Вот это Более универсальная Катушка И Суть по тому Что ей человек Явно не один сезон Ловил Ну просто Тут состояние Кнобов Видно что они Прям хорошо Покоцанные Кнобы То значит Она Скажем так Жива Живет И скорее всего Будет дальше Продолжать жить Даже Смена Приманки На очень Легкую Никак не Повлияло На ее Работу То есть Она Как кидала Так и Кидала Прекрасно Ни петель Ни бород Ничего Мне понравилось Честно Ладно А за всем Как говорится Пока Пока Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Ставьте все Что хотите Вот такая У нас рыбалка К сожалению Вот такая Не могу понять В чем дело Пока Туруханская 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 Туруханская